Продолжение следует... В общем, на протяжении всего этого времени активно вместе работали, поэтому, ну, в общем, я считаю себя частью этого проекта и приветствую вас и себя самого на этом самом заключительном мероприятии. Действительно, очень приятно и хорошо здесь быть. Можно, наверное, к докладу сразу переходить, да? Значит, доклад у меня сегодня, он в чем-то повторяет тот доклад, который я уже делал в начале этого проекта на нашей рабочей группе. Но большинство людей здесь, присутствующих на этой группе, не присутствовало. Это было в ноябре, по-моему, в Мессиссе, значит, в Москве. Но он повторяет частично, потому что, значит, несмотря на то, что тема такая же, потому что сегодня я бы хотел поговорить о двух основных, ну, скажем так, вещах, говоря о тенденциях в развитии студенческой мобильности. Во-первых, во-первых, я скажу о глобальных тенденциях, то есть то, что происходит в мире, ну, вот на основании того анализа, который мне известен. Во-вторых, значит, я попытаюсь поговорить немного о российских тенденциях, о том, как наши университеты, университеты 5-100, университеты, значит, ассоциации глобальных университетов, ну, вот участвуют в этих самых процессах. Насколько российские университеты успешно на сегодняшний день включились в передел, значит, вот того рынка иностранных студентов, которые, ну, сегодня, как мы увидим, развиваются, ну, практически эспонансиально. Значит, ну, говоря о глобальных тенденциях, наверное, я не открою ничего нового, буду говорить о трех основных тенденциях, значит, некоторые выделяют исследователи 3, некоторые 4 в развитии, значит, вот, мирового международного образования. Ну, вот, глобальные, значит, говоря о глобальных тенденциях, во-первых, речь идет о массификации высшего образования, то есть все больше и больше студентов поступает в мире высшего учебного соведения. Это известная тенденция, люди типа Филиппа Альбаха говорят сегодня о революции, значит, в высшем образовании, а настолько, значит, вот, рост этого сектора, ну, действительно, действительно впечатляет. Вот вы видите, что, значит, вы на этой диаграмме, мы видим, что такое, такого рода, значит, процесс происходит во всем мире, не только в Северной Америке, Западной Европе, но и вот даже в Саб-Сахаре, на Африке, да, значит, в Африке, которая вот находится южнее Сахары. В общем, там, несмотря на то, что очень мало людей вообще поступает в ВУЗы, ну, вот, все равно поступает все больше и больше с каждым годом, и процент прироста, он, примерно, вообще говоря, одинаков во всем мире. То есть это общая глобальная тенденция. Россия здесь находится на, в общем, уровне самых развитых стран, ну, в данном смысле в России, значит, около, там, 80-85 процентов, значит, каждый возрастной когорт, имеется в виду, да, вот в возрасте, там, от 18 до 25 лет, поступает в высшие учебные заведения. В общем, это не плохо это или хорошо, это, значит, в общем, тенденция, которую Россия не избежала. Говоря о глобальных тенденциях, да, кстати, если говорить о странах БРИКС, то Россия здесь, значит, является лидирующей страной среди всех стран БРИКС. Наибольшее количество молодых людей получает, наибольшее процент молодых людей в каждой возрастной когорте получает высшее образование, поступает в университет. Вторым трендом основным является глобализация, не только все больше и больше студентов поступают в вузы, но все больше и больше студентов обучаются вне мест своей регистрации, вне мест своего постоянного проживания, вне места своего, собственно, гражданства. Ну вот вы видите, если в 1975 году всего 0,8 миллиона человек было иностранных студентов, то в 2014 уже 4,6 миллиона, ну и до 2020 года, значит, 7,5, по некоторым данным, 8 миллионов иностранных студентов будут обучаться в мире. То есть люди все больше и больше обучаются в каких-то других странах. Это, в общем, тоже, ну такая серьезная, значит, один из таких серьезных процессов. Значит, говоря о глобализации, я бы здесь еще одно обстоятельство отметил. На самом деле происходит передел рынка, значит, международного рынка образования. Если прежде, ну я не знаю, еще 10 лет назад, в основном этот рынок распределялся по границам бывших империй, ну там, я не знаю, во Францию ехали, из Французской Африки, в Россию ехали, и в основном в СНГ, значит, ну и так далее. Индия, значит, тяготил в Британии, в общем, по границам бывших империй образование проходило сейчас. На рынок явно врываются новые страны, новые лидеры, которые прежде были в основном странами посылающими, а теперь становятся, ну, популярными странами получения высшего образования. Речь идет, например, о Китае. Китай по-прежнему является страной, которая больше всех посылает студентов за границу, но она все больше и больше принимает студентов из-за рубежа. То есть речь идет, ну вот, опять-таки, наверное, это уже общее место. Во всех докладах все люди говорят о том, что brain drain изменяется, brain circulation, то есть, значит, вот мозги начинают действительно циркулировать, когда из Китая уезжают. Но в Китай, в общем, приезжает, ну, если поменьше, меньше, ну, в общем, студентов, но в скором времени, значит, здесь возможно достижение какого-то баланса. То же самое происходит с другими странами. Малайзия ставит перед собой задачи кратного увеличения иностранных студентов. Все больше и больше студентов есть. Япония, значит, Южная Корея, которая опять традиционно посылает студентов, становится популярным местом получения образования и так далее. Следующей глобальной тенденцией, понятно, является коммерциализация. Может быть, это для нас менее важно для наших целей, но мы понимаем, здесь важно одно отметить, что это просто очень большой бизнес. Значит, университет превратился в корпорацию, он превратился в нее, или начал превращаться довольно давно, но сейчас, в общем, это вполне прочно, такой корпоративный университет, это корпоративный бренд, а иностранные студенты – это очень большой рынок, где делятся действительно большие деньги. Значит, поэтому страны, значит, привлечение иностранных студентов начинает, ну, там, в странах типа Великобритании или США – это давно государственная политика, но во многих странах, значит, привлечение иностранных студентов становится государственной политикой, потому что это, вообще говоря, экономически выгодно. Значит, для многих стран, возьмите там какую-нибудь Австралию, которая, ну, как пылесос высасывает этих самых студентов из Индонезии или там какой-нибудь Малайзии. Значит, это, в общем, хороший, большой источник доходов не только для университета, но и для США. Значит, понятно при этом, что речь идет о том, что меняется при этом конфигурация высшего образования, и появляются все эти самые рейтинги, которые, значит, как бы к ним ни относиться, связаны с тем, что, значит, для того, чтобы обслуживать этот большой рынок, ну, необходимо, чтобы иностранные студенты в нем как-то ориентировались. Значит, во-первых, и во-вторых, ну, необходимо, значит, каким-то образом рейтинговать все это огромное количество университетов, которые все больше и больше появляются в мире, значит, отличить университеты элитные от университетов массовых, отличить массовые университеты от того, что называется дегриминс, значит, это, ну, в общем, конторы, которые просто продают дипломы, вот эта вся, значит, работа, ну, вернее, появилась потребность в таком разделении, ну, и возникли эти самые рейтинги, о которых мы с вами все говорим, и которые, вообще говоря, заточены на то, чтобы отличить университеты, так называемый год-класс университет, университеты мирового класса, всех остальных университетов, значит, элитное образование, образование, которое можно по преимуществу привлечь иностранных студентов, отделить от образования всего другого. Можно много говорить о рейтингах, значит, понятно, что рейтинги, значит, по очень много исследований по этому поводу существует, что рейтинги склонны к так называемому эффекту Матфея, значит, есть такой мэтью эффект, значит, который заключается в том, что, ну, как в Евангелии от Матфея, богатые станут еще более богатыми, а бедные станут еще более бедными. То есть, на самом деле, рейтинги усиливают уже имеющиеся репутации. И, соответственно, те, кто этой репутации не имеет, ну, очень часто ее дальше не то, что не приобретают, а еще и более ее утрачивают. И это, в общем, популярная такая критика всех этих рейтингов, но, тем не менее, рейтинг – это главный инструмент борьбы вот за этот самый рынок иностранных студентов в мире. Поэтому, ну, вот здесь приводится на этом слайде исследование, значит, одной из компаний, британской компании, но, значит, исследование сделано на рынке азиатском. Ну, и вот здесь показано, что, вообще говоря, значит, большинство азиатских студентов выбирают университеты, руководствуясь рейтингами, руководствуясь той самой репутацией университета, которая вынуждена в рейтинге. Вот 33% выбирают университет в зависимости от рейтинга. А, например, структура или содержание курсов интересует всего 15% студентов таких. То есть они, на самом деле, им все равно, что преподают, условно говоря, на уровне поступления в университет. Главное, чтобы этот университет был, в общем, в рейтингах высок. Это среди азиатских студентов. Среди европейских студентов, значит, и среди домашних студентов, то есть студентов из этой же страны, да, там другие механизмы играют роль, там рейтинги гораздо меньше играют роли. Ну, иными словами, российский студент, поступая в российский вуз, но в последнюю очередь посмотрит на рейтинг УС и ВТИЧ. А вот азиатский студент, поступая, например, в российский вуз, прежде всего будет смотреть на этот самый рейтинг. Это, в общем, тоже понятно. Значит, ну вот здесь то, как этот рынок делили в 2012 году, ну вот видно, что США, значит, здесь не очень хороший слайд, ну вот видно, что США, это вот эта справа синяя такая, значит, занимает очень большую долю рынка, значит, дальше, понятно, ниже, вот внизу, это такая голубая, это Великобритания, дальше вот видно Франция, Австралия, Германия, ну вот, в общем, Россия начинает, ну, приобретать, в общем, здесь тоже какой-то вес. Но мы... Россия 50? Значит, Россия, это вот шестая такая розоватая, значит... Это Россия, здесь написано 5-5-0-1, или 5-6-5-0-1. Значит, ну, это понятно, что для России, для потенциала российского высшего образования, это, в общем, не такой большой процент, как, наверное, нам всем, нам всем хотелось бы. Ну вот, места получения высшего образования, говоря о региональных трендах, вот вы видите здесь, значит, такие данные, арабские государства, значит, едут прежде всего вот во Францию, США, Великобританию, Центральная и Восточная Европа, Германию, Россию, США, Центральная Азия, понятно, что здесь Россия, имеет прежде всего приоритет, это наш традиционный рынок, но очень важно, что постепенно Россия начинает утрачивать свои, ну, такие абсолютно лидирующие позиции на этом рынке, все больше и больше, вот видите, Турция 7%, но на самом деле Иран активно очень играет на рынке Центральной Азии, значит, Китай, безусловно, и, в общем, давно активно здесь себя позиционирует и так далее, ну, вот вы видите, значит, здесь какая-то информация. Значит, традиционные места получения образования до сих пор лидируют и важным здесь отличием является, кроме того, что это бывшая митрополия, еще и образование на английском языке, это важное преимущество, ну, например, Ирландия, вот недавно, буквально там две недели назад, большая делегация Ирландии ездила в Бразилию, продвигая свое образование, и основной месседж, значит, этой самой делегации был в том, что это англоязычное образование почти как в Великобритании, но, в общем, подешевле, чем в Великобритании. То есть, вот основной, значит, маркетинговый ход ирландцев, то есть, это практически Великобританию, но дешевле. Значит, вот англоязычное образование, это, конечно, важное преимущество, которое Россия, к сожалению, не обладает. Имеется в виду, конечно, на этих аспеке. Значит, относительно новые места, вот вы видите, получение образования растут. Очень интересно, что в абсолютных цифрах все больше и больше людей приезжает в Великобританию и в США. А доля рынка в этих стран сокращается за счет того, что эту долю заполняют, ну вот, новые страны типа Китая, значит, и вот вы видите, значит, какие перед собой задачи ставят эти страны. Китай, значит, вот, ну, количество индонезийских студентов, например, огромное, увеличивается каждый год на 10%, начиная с 2010 года, количество студентов в Китае. Япония ставит цель достичь 300 тысяч иностранных студентов к 2020 году, Малайзия, 250 тысяч иностранных студентов, ну и так далее. Это, в общем, очень большие цифры. И надо сказать, что во многом в отличие от, значит, вот российских, российской политики, значит, наша политика, вот, по крайней мере, в наших университетах во многом движима индикаторами, значит, которые требуются для продвижения в рейтингах. Вот мы, прежде всего, как-то так, наши университеты, большинство в своих стратегиях заточены именно на рейтинге. В, значит, этих странах, ну, привлечение иностранных студентов не для рейтингов вовсе, а для, ну, того, чтобы в этом, в удели же этого рынка поучаствовать, то, что называется, рейтинги здесь вторичные. Ну, то есть, для очень многих, ну, по крайней мере, когда говорят об иностранных студентах. Значит, регионы происхождения, большинство, понятно, студентов едут на сегодняшний день из Азии. Значит, Латинская Америка нарастает в данном, в данном отношении. Особенно она росла, ну, вот, до последнего кризиса. И, прежде всего, понятно, за счет Бразилии. Бразилия умудрилась за последние 8 лет на 60% уменьшить количество бедных людей в стране. То есть, это просто, ну, что-то совершенно невероятное сделало вот это социалистическое правительство, которое теперь находится, ну, вот, в такой проблемной ситуации, значит, из-за импичмента президента. Но, значит, благодаря этому все больше и больше бразильцев выезжали за рубеж. Там огромные программы типа Science Without Bodes были, значит, и, в общем, Латинская Америка прирастала в Бразилии. Ну, вот, в последние 2 года эта тенденция, эта тенденция замедлилась, рост Латинской Америки замедлился. Но, тем не менее, вы видите, что Азия, в общем, она традиционно лидирует, ну, и, конечно, это речь идет прежде всего о Китае, значит, и Индии. Значит, наибольшее количество студентов отправляют Китай, Индия, Республика, Корея. Значит, ну, рост Китая замедляется, ускоренно растет население Индии, Фио, Индонезии, Кении, Филиппинок, Иране, Пакистане, Амголе, Непале. Но, в основном, значит, такие перспективные рынки иностранных студентов, Нигерия, Индия, Индонезия, Филиппины, ну, несмотря на то, что они растут, это до сих пор еще, в общем, вполне себе нищая страна, который трудно позволит себе, нет, Филиппины, Филиппины, который трудно позволит себе отправлять массово студентов, Нигерия, с каждым годом, значит, здесь количество студентов иностранных растет. Ну, и особенно серьезный средний класс, вы видите, увеличивается как раз в Нигерии, в Индонезии, в Иране, в Вьетнаме, в Саудовской Аране и в Бразилии, отсюда все больше и больше студентов приезжали в наши страны. Значит, наибольший рост числа иностранных студентов до 2024 года как раз по прогнозам должна продемонстрировать Нигерия, это наш такой потенциальный рынок, откуда можно привлекать студентов и студентов коммерческих. Значит, среди прочих стран к 2024 году топ-10 посылающих стран, ну, по-прежнему Китай, Индия, но очень интересно, что Германия все больше и больше студентов управляет за границу, правда, ну, в основном в UK, внутри Европы. Значит, Корея, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Пакистан и вот Казахстан. Интересно, что тоже одна из стран, в которой прогнозируется увеличение иностранных студентов. Если будет желание, я просто сброшу. Ничего не желаю. Да, да, конечно. Значит, глобальные тенденции, ну, вот важнейшие стипендиальные программы. Стипендиальные программы огромную роль играют, кого студенты посылают, вы знаете, значит, кого страны посылают за границу. Вы знаете, что в России есть такая программа глобальное образование, которая, в общем, по непонятным причинам буксует, значит, не очень много, ну, не убираются просто квоты и Российское Министерство образования предпринимает там всякие разные усилия для того, чтобы студенты все-таки поехали за границу. Ну, вот, Science Without Vodos в Бразилии, например, 100 тысяч студентов. То есть там объемы совершенно какие-то немыслимые, значит, ну, там, в России сколько там? Тысячи? Значит, здесь 100 тысяч. 780, да, значит, в главном, до тысячи не дотянули. Значит, Ким Абдулла, Сколоши Программ в Саудовской Аравии, 125 тысяч студентов послать за границу до 2020 года. Значит, вот проект 100 тысяч в Мексике, 100 тысяч студентов в США послать только и 50 тысяч студентов, значит, из США в Мексике обучить. Значит, вот это такая, эти программы, в общем, оказывают влияние очень сильное на конфигурацию рынка. Бразилия, например, сейчас привлекает все больше и больше внимания всяких разных рейтинговых агентств, значит, университетов, которые туда очень много ездят, министерство образования ее постоянно посещают, именно потому что, ну, это, в общем, важный источник финансирования высшего образования в других странах. Я имею в виду программу «Сайс-вузаут-Бодос», мы, в общем, тоже предпринимаем какие-то усилия здесь для того, чтобы, я имею в виду Россию, для того, чтобы в эту программу войти. Вторая часть такая, я понимаю, что я уже долго говорю, я попытаюсь, значит, кратко о ней сказать, тенденции о российских, что можно сказать о российских университетах. Первое, что можно сказать об университетах 5-100, вот вы видите, что, вообще говоря, растет количество иностранных студентов наших университетов. Вот голубая, значит, такая линия показывает, сколько студентов обучалось в 2014 году, значит, зеленая, сколько их обучается в наших университетах в 2015 году, ну, это то, что университеты сами давали, поэтому здесь могут быть не все университеты, те, которые, по-моему, до выполнят, они не предоставляли информацию. Значит, ну, вот вы видите, для сравнения, красная – это СНГ в 2014 году, сколько студентов училось, ну, а такая вот фиолетовая – это СНГ в 2015 год. Значит, первое, видно, что общее количество студентов увеличивается. Второе, что больше половины наших студентов – это студенты из стран СНГ. То есть мы по-прежнему, несмотря на то, то, что количество дальников в наших университетах увеличивается, значит, мы все равно ориентированы пока в основном на рынок традиционный, на рынок русскоязычный, значит, ну, потому что, видимо, значит, основным источником, вернее, основные продукты, которые мы предлагаем на рынке – это русскоязычный бакалавриат. Значит, ну, вот динамика пропорции студентов из стран СНГ по университетам. Вот вы видите, что в некоторых университетах происходит уменьшение процентное, процентном соотношении студентов из СНГ. При общем увеличении количества студентов это означает, что они все больше и больше принимают студентов из дальнего зарубежья. Ну, вот, значит, лидер здесь НГУ, например, уменьшение процентное на 16% произошло. Значит, ну, лидером в плюсах, значит, является МИФИ, лидером абсолютным на 20% больше. Ну, то есть доля студентов из СНГ повысилась. Если раньше МИФИ принимала в основном студентов из дальнего зарубежья, понятно, значит, Вьетнам, Турция, как основные ядерные, значит, страны, в которых там строят, Росатом строят, значит, ядерные электростанции, то вот на сегодняшний день, атомные электростанции, то вот на сегодняшний день вы видите из СНГ довольно много студентов МИФИ начал принимать. Что интересно, резкий рост отмечается за последние, там, два года при поступлении в магистратуру аспирантуру. Значит, вот вы видите, если 14-й год, значит, сколько студентов было, это вот, красная линия, синяя, это в абсолютных, в абсолютных цифрах, сколько студентов, значит, в магистратуре и аспирантуре. Ну и здесь абсолютным лидером, как я, что интересно, является в абсолютных цифрах, это, в общем, небольшой вуз, да, является ИТМО. ИТМО, по всей видимости, ориентирован в основном вот на привлечение студентов в аспирантуру и магистратуру. В чем здесь причины? Ну, причины, наверное, связаны с тем, что ориентируясь на дальнее зарубежье, мы начинаем постепенно переориентироваться на англоязычные программы, это прежде всего программа магистратуры, значит, и отсюда больше студентов мы привлекаем из дальнего зарубежья. Некоторую роль оказывает, значит, преимущественное право, которое, значит, ну, в общем, приказало долго жить, но в прошлом году оказало, значит, такое влияние на наши университеты. Мы по преимущественному праву могли принимать, вы знаете, только магистрантов и аспирантов, а некоторые вузы просто использовали это как пиар. Вот, например, Уральский федеральный университет, значит, пиарил, данную программу как сколыши Уральского федерального университета. Отсюда, в общем, был интерес к, значит, ну, соответствующим, к соответствующим программам УКФУ, и здесь, в общем, рост, вы видите, УКФУ, например, довольно серьезный, почти в два раза, количество магистрантов, магистрантов и аспирантов. Я думаю, что это вот одна из причин такого увеличения, ну, по крайней мере, в моем университете. Итак, предварительные выводы, значит, следующие. Во-первых, необходимо нам с вами обращать пристальное внимание на новые рынки. Нигерия здесь рынок интересный, там очень трудно работать, там очень много всяких разных жуликов, значит, но, тем не менее, как потенциально, потенциально рынок важен. Особенно в связи с тем, что образование в России стало дешевым, стало доступным, и, в общем, это наши контрагенты за бюджетом понимания. Необходимо предпринимать усилия по включению российских университетов в список возможных раз получения образования в разных стипендиальных программах, мы это делаем. Ну, вот, особенно в Science Without BODAS в бразильской, но не очень понятно, какова эта судьба этой самой программы будет при нынешней политической ситуации. Необходимо принимать активное участие в процессах передела образовательного рынка, ну, это, в общем, более-менее понятный тезис. В университетах 5100, поскольку мы работаем прежде всего на сегодняшний день в СНГ, у нас есть серьезнейшие возможности расширения деятельности в дальнем зарубежье. Прорывом здесь, наверное, будет, было бы создание бакалавриата англоязычного. В очень небольшом количестве наших университетов есть англоязычный бакалавриат. Значит, я знаю, что в Казанском федеральном, значит, вроде бы есть, да, но вот, значит, но, тем не менее, это единичные программы все равно вот в Томске. Значит, несмотря на увеличение доли магистрантов, аспирантов в общем числе иностранных студентов, в этом направлении также, в общем, потенциал развития есть, тем более, что наши университеты в основном это университеты магистранские и аспирантские, ну, то есть, которые хотят быть магистранскими и аспирантскими. Значит, проблемы здесь, вот, которые наша группа много дискутируют, о которых надо бы поразмышлять. Это проблема качества иностранных студентов. Мы много все говорили о том, что студенты к нам едут некачественные, значит, но совершенно непонятно, что с этим делать. Есть два, условно говоря, два подхода. Первый подход – отбирать этих студентов на уровне абитуриентов. Это не очень понятно, как сделать, как можно сравнить, там, выпускника, например, какой-нибудь школы в США, во Франции, в Филиппинах, Китае, там, в Индонезии. У них совершенно разная программа, они говорят на разных языках, у них вообще нет ничего общего. Как вы их отделите на этом, на этапе входа, практически непонятно. Есть исследования, которые показывают, что только при крайней селективности входящие качества влияют на качество выпускника. Ну, то есть, крайняя селективность – это MIT, которые там отбирают по одному человеку, лучшему человеку из каждой страны. Значит, по одному. Если вы выбираете, там, 20 лучших, то уже такого влияния нет. Исследования показывают, что не существует зависимости от качества поступающих абитуриентов, значит, качества выпускников, когда речь идет об иностранных студентах. От чего зависит качество выпускников? От того, как вы доучиваете, говорят эти слова. Вот, значит, от того, как программы заточены под этих иностранных студентов, какой там подфакт существует и как это самое обучение совершается. Вот есть два, условно говоря, пути. Есть путь селективности, который многие университеты, вот ФТИ, например, избрал для себя именно этот путь. Они крайне селективны. Значит, есть путь, ну, вот такой попытки взять всех, но тогда надо переформатировать учебные процессы. Это очень важно. Ну и как можно повысить качество иностранных студентов? Нужны ли нам олимпиады? Сейчас группа работает над списком олимпиад международных, которые ассоциация, на которые ассоциация поставила бы такой знак качества? Должны ли быть специальные вступительные испытания? Как их разработать? Кто их разработает? Должны ли быть специальные, значит, подготовительные программы? Вот это все, как мне кажется, круг вопросов, которые, может быть, напрямую к вопросам привлечения как такового не относятся, но не решив эти вопросы мы, значит, не сможем решить, наверное, и, значит, некоторые проблемы, связанные с привлечением. Спасибо за внимание.